Около тысячи постановлений Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции выдали жителям Златоуста. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на бритвинге с журналистами. В городе идет дезинфекция общественных мест, а также мест жительства больных. Масочный режим в Златоусте введен, но он пока не директивный, то есть не обязательный, так как масок пока не хватает. Запас будут пополнять через областной отечный склад. Кроме того, по словам губернатора, о послаблении режима пока говорить рано. Но после 11 мая сначала могут быть открыты парки, потом в магазине непродовольственных товаров, потом витнес-центры, но только при соблюдении строгих мер нужна положительная динамика. В последнюю очередь будут разрешены культурно-массовые мероприятия. Это произойдет только после того, как будет уверенность, что эпидемия полностью прошла. Совместно с главным санитарным врачом региона определили дополнительные санитарные меры по предотвращению распространения инфекции в Златоусте. Это контроль больных, находящихся на дому, не менее двух раз в сутки. Обязательно дезинфекционная обработка транспорта, мест проживания больных и контактных лиц. Здоровье жителей региона – это приоритет. Статистика по заболеваемости говорит о том, что опасность распространения вируса сохраняется. Мы не можем ставить под угрозу жизнь наших граждан. Сейчас нам всем нужна предельная собранность, ответственность. Я считаю, что такую ответственность, подавляющую большинство жителей нашего региона, проявляли эти последние полтора месяца. А сначала мы откроем парки, другие общественные пространства. Далее могут быть сняты ограничения с непродовольственной розницы, работа фитнес-центров, музеев, других объектов, которые гарантируют соблюдение санитарных норм и регулируют численность посетителей. Праздник во многом уйдет в онлайн-режим. Мы обязательно сделаем афишу к таким акциям, чтобы можно было к ним присоединиться в день 9 мая. Мы, вы знаете, готовились и продолжаем готовиться к этому. И, соответственно, праздник у нас не отменяется, он будет вот в таком онлайн-формате.